Доброй ночи мои дорогие подписчики. Сейчас будет где-то около 11 часов. Я почему-то все это время снимаю со вспышкой. Сегодня, короче говоря, 4 мая, 23.19. Меня вспышка просто осветила. В общем, сегодня такой не очень добрый вечер, потому что меня бомбануло от очередной статьи, которую я прочитала, короче говоря, в журнале. Ну, любимый мой журнал «Православие и мир». Ещё к тому же, не только на этом журнале. Эта же статья, она быстро очень облетела другие издания. Например, короче, говорящий какой-то журнал «Православная жизнь», «Православие в Твиттере» и так далее, короче. Статья, короче говоря, называется так. «Дети злые, а собаки добрые. Осуждать ли тех, кто предпочитает заводить зверей вместо детей?» И картинка такая, картинка, кстати, такая довольно милая. И тут меня бомбануло даже вот от одного заглавия. «Осуждать ли тех, кто предпочитает заводить зверей вместо детей?» Во-первых, сам вопрос осуждать. Вообще-то осуждение – это грех. Как и гордость – это грех, и осуждение – это грех. И, по-моему, если мы говорим сейчас про православие, то оно вообще должно базироваться на Евангелии. А в Евангелии написано, что не осуди, не осуждай. И, говорит, прежде чем, когда видишь соломинку в глазу брата твоего, типа «Сначала обратите внимание на бревно в своем глазу, а потом уже на соломинку в чужом». То есть что-то вроде того, точно я дословно не помню. Но вот это само заглавие, типа «Стоит ли осуждать или не стоит» меня уже несколько покоробило. В общем, дальше говоря, собственно, статья такая. «Меня бомбануло, бомбит несколько дней. Я думаю, может быть, как-нибудь забудется, перестанет бомбить. Не, ни хрена. Никак не могу успокоиться. Вот это автор этой статьи – Елена Кучеренко. И, кстати, обратите внимание, вид у нее не такой уж как бы православный. Вроде бы подкрашенная тут на фото, без платка. И дальше, что мы думаем о дамах с собачками в детских колясках? И как бывает на самом деле? Елена Кучеренко или Кучеренко, я не знаю. Что мы думаем? Ну, тут не что мы думаем, а что ты думаешь? Как бы что так оба-ба-ба-ба-бопщать-то, блядь, мы? И дальше, собственно, типа как бы эта статья, она вроде как оправдывает женщин, которые заводят животных вместо детей. Ну, во-первых, далеко не все женщины заводят животных вместо детей. Нет, которые животных заводят вместе с детьми. Нет, которые не могут иметь детей по различным причинам. Ну, в общем, статья меня просто потрясла. Она, видимо, специально написана, как бы как бомбическая. Шел сильный дождь, обтекающая и злая. Я выходила с нашего церковного подворья. То есть, что обтекающие и злые люди обычно из пивной выходят, но тут с церковного подворья. Толкая перед собой коляску с младшей дочерью Тоней. Она весело высовалась, из нее стараясь как можно сильнее намокнуть, чем несказанно выводила меня из себя. Да, православная, добрая, очень православная женщина, которую бесит, собственно, ребенок. А рядом, болтаясь на моей руке и как на звон уступая во все встречные лужи, противно ныла предпоследняя дочка Дуня. Скрипя зубами, шипя на детей, оплакивая про себя тяжелую участь многодетной матери и проклиная дурацкий дождь, а также свою юбку, превратившуюся в половую тряпку. Я мечтала, чтобы случилось чудо, и я в один миг оказалась дома. Клево. Слушай, вот это экшен. Это будни православной мамы, которая, скрипя зубами, шипя на детей, оплакивая про себя тяжелую участь многодетной матери. Почитая такие рассказы, он как бы говорит, не надо быть многодетной матерью, ты из нормальной женщины превратишься в озлобное такое вот гнусное существо, скрипя зубами, шипя, проклиная дождь. Вот это вот столько, такая инсистенция ненависти, я думала, что такая ненависть бывает только у наркоманов в период ломки. Даже у меня с похмелья и то не бывает такого настроения. Но для многодетных матерей, видимо, это норма. Вот это вот типичный такой представитель класса, который называется «я же мать». Почему нельзя было, как бы, не знаю, надеть на ребенка и на себя плащ, там, не знаю, резиновые сапоги, чтобы дождь не так мешал, или парать шедомолить. Ну, не понял, очень ладно, тут непонятно. И тут удивительное, ну, тут уже, как бы, чувствуется, прям, добротой так и хлещет от этой статьи, как и, собственно, от выражения лица этой женщины. Толкая коляску, она шла, как по подиуму, навстречу мне тоже с коляской, через церковные ворота выплывала дама. Она именно плыла, а другого слова не подберу. Высокая, красивая, очень стильная и ухоженная, изящно держана маникюренными пальчиками, маленький зонтик, а другой рукой, толкая перед собой коляску, она шла, как по подиуму. Хорошо тебе, у тебя один он, раздраженно подумала я про себя. Когда у меня была одна, я тоже была стильная. Эх, жизнь моя жестянка, еще и дождь этот проклятый. Трачняк вообще, это просто какой-то, блин, триллер. Во-первых, что такого, ну то, что женщина высокая, красивая, стильная, ухоженная. На самом деле это плюс самой женщине, это говорит о том, что она следит за собой, о том, что она не ленится за собой ухаживать, о том, что она, скорее всего, организована аккуратно, потому что стильность и ухоженность, это в первую очередь, чем достигается аккуратностью, просто аккуратная, подобранная по фигуре, по случаю одежда, аккуратная прическа, там, руки, макияж, маникюр, как бы, почему-то очень не любят это вот в среде именно вот такого вот православия головного мозга, но на самом деле, если у женщины хорошая прическа, хороший маникюр, то есть не какие-нибудь ярко-красные ногти, а там ногти аккуратно подпилены, там, может быть, подкрашены каким-нибудь лаком, не очень, как бы, ярким, то это просто говорит о том, что женщина аккуратно следит за собой и, скорее всего, хорошо организовывает свое время, что ей хватает на это времени на уход за собой. Либо она зарабатывает достаточно для того, чтобы посещать салоны красоты. Вот хоть убить меня, я не могу понять, что плохого в ухоженности. Наоборот, как правило, маргинальные женщины, алкашки, там, наркоманки, а вот они как раз не очень ухоженные. И я говорю, если эта женщина приходит устраиваться на работу, пришли две женщины, одна ухоженная, другая не ухоженная, выберут ту, которая ухоженная. И просто, как бы, раздраженно подумала я про себя. Раздражаться на женщину просто за то, что она ухоженная и хорошо выглядит, это, мягко сказано, как-то не очень здорово. Тут явно женщине пора уже пить антидепрессанты. Я перевела глаза, ну, раздражительной женщине, у которой много детей, которая проклинает дождь и всё вокруг. Пора бы уже обратиться, по-моему, к специалистам, чтобы выписали какое-нибудь успокоительное. Я перевела глаза на не менее модную, чем девушку-коляску, ожидая, что увижу там тоже стильного ребёнка, единственного избалованного и залюбленного. Почему-то, если ребёнок единственный, то он обязательно должен быть избалованный и залюбленный. Хотя, мало ли почему он единственный. Может быть, просто это вот первый ребёнок у женщины, она собирается впоследствии ещё родить. Или не все же могут прям сразу раз и в 20 лет уже иметь пятерых детей. И единственного ребёнка тоже можно неплохо воспитать. Многие святые люди были единственными детьми в семье. Да-да. Почему же, если он единственный, значит, что он избалованный и залюбленный. И залюбленный, что плохого в том, что ребёнок залюбленный. Что-то нужно заводить кучу детей, потом орать на них, огрызаться и срываться. А если ребёнок залюбленный, то есть залюбленный ребёнок, который просто любят его родители. Это что, уже минус, что ли? Тоже не совсем понятно. Лицо малютки, выглядывающей из окошка дождевика, показалось мне очень уж стильным. Даже до странности приглядевшись, я поняла, что это баллонка. Баллонка в коляске с бантиком. Сейчас ночью я не хочу кричать, но тут явно три восклицательных знака. Я даже замерзла на месте, глядя на даму с собачкой в коляске. Уж я не знаю, что у меня было написано на лице, но девушка приветливо улыбнулась и всем своим видом изобразила что-то типа «Ах да, вы абсолютно правы, плохая погодка, и нормально не погуляешь с нашими малютками. Ну что поделать такова от нашей материнской доля? Перед моим внутренним взором за несколько секунд промелькнула вся моя подвижническая жизнь». Подвижническая? То есть вот эти вот раздражения, проклятия, осуждения. «Это подвижническая жизнь?» «Блядь, тогда алкаши суперподвижники?» Я просто что-то не понимаю в этой жизни. Подвижническая жизнь, токсикозы. А, я не поняла, да. «Беременности, роды, бессонные ночи, детские болячки, нервы, нервы там явно не в порядке, памперсы, вечная готовка и уборка». Я, конечно, тоже в ответ нацепила на лицо улыбку. Я же приличный человек. Всю дорогу дадом в моей голове родились недобрые мысли. И тут крупными буквами «спасаешься тут чедородием, спасаешься, ночами не спишь, а тут бац, и у кого-то собачка в коляске, и никаких проблем. И волки сыты, и у овцы целые проблем никаких, и материнский инстинкт удовлетворен. На Зойла вертелся одна мысля. «Спасаешься чедородием». Я слышала эту фразу. Сейчас я немножко, короче говоря, прям даже ее загуглю. «Эта женщина спасается чедородием». Короче, если я не ошибаюсь, то, как бы сказать, спасается женщина, впрочем, спасается женщина через чедородием, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Как бы вот так вот. Но в этой статье ни о любви, ни о святости, по-моему, даже речи не идет, потому что тут совершенно исходит не любовь от этой женщины, а совершенно нечто другое. Это, блин, что-то адское. Это раздраженная женщина, проклинающая дождь, раздражающаяся на окружающих, на собственных детей. Она, типа, спасается чедородием, тем, что она всех ненавидит. И дальше началось. На Зойлевой вертелась одна мысля. «Она бы еще хомячка в коляску посадила». Поддакнул вторая мысль. «Эгоистка, манитюр, педитюр, жизнь для себя». И губы у нее ботоксные. «Чалдфри». То есть это женщина, которая только что прям обосрала в пауку и прах другую совершенно незнакомую женщину просто за то, что та везла в коляске собачку. А так как, судя по описанию, на улице шел дождь, она везла собачку в коляске не для того, чтобы кого-то позлить, а просто, чтобы собачка не испачкала себе лапы, и ей не пришлось бы потом дома отмывать собачкины лапы. У меня просто была когда-то собачка. Я когда-то была молодая, у меня была собачка. Я знаю, что после гуляния мыть собачку. Поэтому разумнее, да, посадить собачку в коляску. Тут дело не в материнском инстинкте, а дело в том, чтобы потом просто лапы не отмывать этой собачке после дождя. О, дальше началось. «Ничего доживет до старости, и стакана воды некому будет преподнести. Вот у тебя, Лена, не суррогат, а настоящая жизнь». Победно поставил точку последняя мысль. Я гордо подняла голову, и даже дождь перестал быть таким противным. И ничего, что гордость – это грех, и осуждение – это грех. Зато спасаешься чедородием. То есть логика многоматок меня поражает просто. Пофигу, что в остальном жить, в принципе, как человек, как-то не очень вышел. Всех ненавидишь, осуждаешь, грешишь по остальным статьям. Ну, чедородие, оно как бы все спишет, как война. Нормально вообще. И, конечно, это у тебя вот не суррогат, а настоящая жизнь. Настоящая полная ненависти к другим людям, к ближнему и осуждению. Это жизнь, она истинно настоящая. Потому что о любви тут ни к детям, ни к Богу вообще ни одно условно. И дальше описание. Дети злые, а собачки добрые. Дома я залезла в интернет, и с удивлением обнаружила, что цивилизация зашла уже так далеко, что для собак существуют уже не только коляски, но и автокресла, солнечные очки, всякая другая дребетень, делают манитюр. Извращенцы. Извращенцы – это несколько другие люди, как бы. Дальше приводится история про некую женщину, которая, короче говоря, завела троих детей. И лучше бы детей рожала. Тогда мы еще не были знакомы, но время от времени я ее встречала. Она живет в моем районе. Милая пес и мама, бездетная хозяйка трех собак. Как она могла, блин? А еще она очень хороша с собой. Я вот заметила отдельно, не любят женщин, которые хороши с собой. Хотя вот так подумать, женщина, которая хороша с собой. Что в этом плохого? В том, что женщина просто красива и ухожена. Эта красота и хорошая, приятная внешность не является грехом. Ребята, если она не вульгарная, если она не носит там мини-юк, какие-то чулки в сетку, не ходит по улице голая. Что плохого в том, что она хороша с собой. Почему именно отвратительная, неухоженная, какая-то обрюзглая, рано постаревшая внешность считается среди больных православием головного мозга чем-то хорошим. Такая женщина, вот сколько говорили, вот этот образ, вот этой фатине, какая-то неухоженная, в каких-то грязных тряпках, какая-то хмурая, злая, он отталкивает людей от себя, и в том числе от церкви. Потому что, когда приходишь в церковь, и там встречаешь вот таких вот фатине озлобленных, неухоженных, каких-то еще часто бывает запах еще. Ребят, ну вы что, вы же женщины, вы должны с собой следить хотя бы по минимуму. Это не грех быть хорошей, хорошо выглядеть, хотя бы для мужа, для своего, если он, конечно, у вас еще есть. И даже если нет, то тем более. Ухоженная, видимо, неплохо обеспеченная и самоуверенная. Почему плохо, опять же, быть обеспеченной? Я тоже не совсем могу понять. Если она зарабатывает деньги своим трудом, в чем это плохо? Помню, все ее терпеть не могли. В общем, описывается некая Мила, пёса-мама, бездетная хозяйка трех детей, хороша собой, ухожена, обеспечена и самоуверена. Помню, мы все ее терпеть не могли. За что? За то, что она хороша собой, обеспечена и не уверена? Ребята, это называется просто тупо зависть. Зависть, так же, как гордыня, осуждение и зависть, это тоже грех. Когда вы ненавидите человека просто за то, что он лучше выглядит, чем вы, и лучше обеспечен, это просто банальная зависть. Я тоже очень много завидую. Особенно я завидую молодым красивым девушкам, невестам, которые за ними собираются замуж, у которых все впереди, потому что у меня уже за спиной развод, у меня уже за спиной всякие личные неприятности. Я очень завидую молодым красавицам, невестам. Но я честно себе признаюсь, я завидую. У меня от зависти даже изжога начинается. И мне становится как-то лучше от этого. Почему бы честно не признаться? Мы завидуем тем женщинам, которые лучше выглядят, чем мы, которые живут лучше, чем мы. Зачем прикрываться какой-то верой, каким-то спасением, чедородием? Вот она спасается. Ну, сказать просто честно. Я ничего в жизни не достигла. Я сижу и утираю сопли своим детям, которые меня раздражают. И я завидую тем женщинам, у которых есть какая-то другая жизнь, у которых что-то еще есть, кроме кастрюли соплей. Это называется «я спасаюсь чедородием». Я всем завидую, я всех ненавижу, я откровенно превозношусь над остальными, но я спасаюсь таким образом. Больше всех, мило, не любили, конечно, мамы человеческих детей. И это понятно. А просто она не вписывалась в нашу картину мира. Ну, естественно, куда уж ей, блин, которые опрятны и хорошо собой, вписаться в эту картину мира, полную злоба и ненависть. Это понятно. Пока мы из последних сил носились по парку за нашими чадами, она прогуливалась мимо со своими шавками и в ус не дула, и даже с какой-то издевательской ухмылкой посмотрела в нашу сторону. Не буду повторять, что мы о ней говорили, но всякие гадости, это понятно. Это было примерно то же, что я думала о той даме с баллонкой, которую встретила под дождем на подворье. Однажды какая-то из бабулик с внуками кинула ей вслед. Лучше бы детей рожала, развела тут старую. Вопрос, блин, какое вам дело, ну развела женщина. Я понимаю, если бы она гуляла там с этими собаками без наморников, без ошейников, и они бы там, не знаю, лаяли бы днем и ночью, засирали детскую площадку, то есть если бы были какие-то объективные причины не любить ее. Но если это нормальная женщина, и она гуляет нормально с собаками в наморниках на поводке, за что ее ненавидеть? Лучше бы детей рожала, развела тут к старню. Тоже можно сказать, лучше, блин, работать шли, а то вот сидят, только обсуждают. Мила тогда сказала что-то очень грубое, и мы все еще больше убедились, что она хамка, где-то ненавистница и эгоистка. Ага, значит, ей можно говорить всякие гадости, а она в ответ должна отмалчиваться, что ли, так глоптать это все? Тоже не совсем понятно. А потом я с ней познакомилась у нас в храме. Эта еще женщина ходит в храм. Очень интересно. Ну, я заметила, что да, сейчас своеобразное отношение в храмах к людям. У нас в храме, как сейчас помню, я стояла перед иконой Николая и плакала. Она стояла перед иконой Николая Чудотворца и плакала. Я тогда еще очень удивилась, что она здесь делает. В моем представлении это была весьма бездуховная особа. То есть, если у человека нет детей, но у него есть собаки, кошки, птички, он сразу бездуховный. Духовность дают только дети. Вообще дети, понятно, как рождаются, да, что я там раздвинул ноги, занимался сексом, через 9 месяцев родила, ребенка не предохранялась. Где в этом духовность? Это просто, это не духовность просто вот рожать, как крольчиха каждый год. Это просто тупо плодячка. То есть, просто вот где-то родство, это просто физиологическая возможность женщины рожать детей. Это никакая не духовность, ребята. Духовность это нечто другое. Это молитва, помощь ближнему, духовный рост. А просто стругание детей, это просто стругание детей. Это не духовность. В моем представлении это было весьма... Ну, естественно, а тот, кто не стругает детей постоянно, тот бездуховен. Когда я уже уходила, мило, мило звали, бездуховную звали, мило, неожиданно окликнуло меня. Это же вы всегда гуляете в парке с четырьмя девочками, я. А можно с вами поговорить? Вы знаете, я всегда смотрю на вас с дочками, на других мам и просто любуюсь. Вы, удивилась я, и вспомнила ее ехидные взгляды в нашу сторону. Тут, видимо, у женщины то ли послеродовая депрессия, то ли что-то еще. То есть любые взгляды в ее сторону сразу кажутся какими-то ехидными. Так мы познакомились и общаемся до сих пор. Мила вышла замуж... Не буду долго тянуть, расскажу главное. Мила вышла замуж под большой любви, но после диагноза бесплодия любимый муж быстро испарился. Ну что ж, бывает. Не всегда после диагноза бесплодия. Любовь часто проходит в браке, и любимый муж часто испаряется. Так просто бывает, как бы, понять и простить. Что еще делать? Когда-то я сама так сделала. По той же причине и сейчас и второй. Но до этого Мила чуть не умерла от внематочной беременности. Потом был третий, четвертый, которые так же сбегали. И опять внематочной. Как-то слишком много у нее внематочных беременностей. Как правило, при внематочной беременности удаляют маточную другу. И опять внематочной. То есть у нее как-то явно было, видимо, более чем две маточных труб. Ну, может быть, она маля развития. Ну, ладно. Потом был третий, четвертый. Так же сбегали опять внематочной. Я была готова отдать все, лишь бы у меня был малыш. Ей было уже за сорок. А сорок лет это уже все. Конец жизни. Мила решила взять ребенка из детского дома. Но мальчика, который сам к ней подошел и спросил, ты будешь моей мамы, ей не отдали, потому что его мама не лишена родительских прав. Ну, что ж, бывает. Потом была девочка, которую два раза брали в семье и возвращали. Видимо, не просто так. Кто-то в детдоме рассказывал, что когда вторая мама тащила ее обратно, она ползала за ней на колени, хватала заебку и кричала, мамочка, не отдавай меня, пожалуйста, я больше не буду. То есть, видимо, что-то все-таки она сделала. Тогда в храме Мила как раз молилась об этой девочке. Сейчас я знаю, что ей, увы, тоже не удалось ее удочерить. Она не уточняет, по каким причинам. Я примерно знаю, по каким причинам. На самом деле, одинокой женщине, у которой нет мужа и нет молодых, сильных родителей, очень сложно воспитывать одной ребенка на самом деле. Потому что, во-первых, детей удочеренных, усыновленных из приюта, их все-таки воспитывать сложнее, чем своих. Потому что эти дети пережили сильную очень психологическую травму, и они уже нуждаются в серьезной помощи психологической. Они отличаются от обычных детей домашних, это раз. Два, на ребенка нужны деньги. Неважно, какой он у вас биологический или усыновленный, все равно его нужно как-то содержать. А как одна, вот я уже говорил в своем предыдущем видео, я не представляю, как одна женщина может содержать ребенка усыновленного даже из приюта. Потому что, чтобы его кормить и одевать не хуже, чем в приюте, ей нужно будет работать. А если она будет работать, то с кем у нее будет этот ребенок? Он будет целый день сам себе предоставлен? Или что он будет делать, с кем он будет находиться? Хорошо, если там есть на подхвате еще кто-то. Но опять же, брать ребенка тоже где-то логика. Если брать ребенка из детского дома и тут же нанимать там кого-то на подхват няню, то есть опять получается его воспитание доверять третьим лицам каким-то непонятным. То есть смысл тогда брать. По экономическим чисто причинам очень сложно усыновить ребенка. Это доступно только действительно обеспеченным женщинам, у которых есть какие-то альтернативные источники доходов. Потому что непонятно, как работающая мама будет воспитывать одного усыновленного ребенка. Это должен быть или действительно обеспеченный муж, или какие-то площади, недвижимость, которая сдается в аренду. Собственный бизнес, то есть должен быть какой-то еще дополнительный доход. Так, кошка, ты дашь мне дочитать? Или ты не дашь мне дочитать? Тогда в храме как раз молился об этой девочке. Она не уточняет, по каким причинам ей не разрешили усыновить ребенка. А собаки, одну из них она просто завела от одиночества. Собак заводят. Знаете, некоторые люди заводят собак не от одиночества, а есть просто некоторые люди, которые любят собак. Я люблю кошек. Я, честно сказать, я не люблю собак, я люблю кошек. Но есть люди, которые просто любят собак, им нравится с ними бегать, им нравится с ними играть. И тут даже одиночество-то ни при чем. Просто есть люди, которым нравятся собаки. А собаке, одно она просто, блин, кошкину жопу в кадре. Она завела от одиночества, другую ей отдали на передержку и не забрали. А третью Мила подобрала щенком зимой, замерзшую и умирающую. Ну, в принципе, если собаки воспитанные, не очень большие, стерилизованные, то есть, ну, они хорошо содержатся, то почему бы и нет? Если они не мешают соседям, там, не лают днем и ночью, то я ничего не вижу плохого в собаках, у меня тоже соседи некоторые держат собак, и ничего, как бы мы это как-то пережили. Я вспоминаю Милу, которую я всегда считала child-free эгоисткой, которая просто живет в свое удовольствие. Какая мир отставка, как она смеет вообще жить в свое удовольствие, она должна страдать. А это удивительный человек с очень сложной судьбой. Я смотрела на своих девчонок, мужа, свою семью и думала, что зря я тогда злилась в тот дождь, ведь это мое счастье, и другого мне не надо. И Мила отдала бы все, чтобы оказаться на моем месте. Я думала о той девушке, о ее баленке в коляске, о том, как улыбалась она, глядя на меня и моих девчонок, о том, что я все за нее решила, кто она и как же это. Ну, так и есть. Но на самом деле я ничего о ней не знаю, не знаю, зачем она пришла в тот храм. Да, наверное, сейчас время, когда кто-то предпочитает собак, кошек, хомяков. Кошек, хомяков, короче говоря. Блин, кошка, хомяки. Детям. Но имею ли я право их судить? Имеем ли мы право вообще судить? Вот это хороший вопрос. Вообще-то нет, вообще-то это грех. А главное, мы не знаем, что за жизнь у этих людей. Не знаем, какими путями ведет их к себе Господь. Вот такая вот статья. Как бы типа она такая высокоморальная, и наоборот, она как бы оправдывает тех людей, которые заводят животных вместо детей. Но впечатление от нее почему-то совершенно обратное и довольно мерзкое. Во-первых, почему-то посыл в этой статье идет такой, что женщина спасается исключительно чадородием, и единственным оправданием ее может служить какой-нибудь тяжелый физический недуг и бесплодие. Тогда она имеет право быть счастливой, и то, и она не имеет права быть счастливой, она будет всю жизнь несчастна, и стакан ей некому будет подать в случае чего. Но это хоть какое-то у нее, если у нее есть какая-то болезнь серьезная, генетическая, или там какая-то бесплодие, там внематочная беременность, это хоть какое-то оправдание у нее, значит, есть перед обществом. А если у нее нет детей, ну как в моем случае, потому что ну просто нет детей, мужа нет и детей нету, соответственно, то такую женщину, конечно, оправдывать нельзя, ее нужно судить судом страшным, бабкиным, потому что как она смеет вообще, мерзавка, жить свое удовольствие, наслаждаться жизнью, тем более, если она еще при этом хорошо выглядит, то вообще, это прям, ну вообще, вот честно сказать, мне не очень понятно, вот это вот такая вот плохо скрываемая ненависть к одиноким или бездетным женщинам, даже если у них нет детей, так сказать, безуважительной причины. Даже у некоторых женщин есть муж, но нет детей, просто потому что они не любят детей. Не все любят детей, ребята, вот недавно была новость, там мамаша кормила ребенка из фала имитатора, что вы думаете, от большой любви? Нет, просто есть некоторые женщины, которым противопоказано иметь детей, не по физическим, а по психологическим причинам, и все вот эти вот сказки, которые ему любят, как бы, вешать на уши лапшу, что типа, вот ты сейчас не любишь, а как родишь, так сразу полюбишь, новости и факты доказывают обратное, что у многих женщин после родов развивается тяжелая пострадовая депрессия, некоторые люди в состоянии этой депрессии даже убивают своих детей, или как-то над ними издеваются, многие начинают выпивать, многие просто оставляют своих детей, тупо бросают, и все. Это все происходит не от большой любви. Дело в том, что я считаю, что материнство, вообще быть матерью, это такой же талант хороший, быть не какой-нибудь безумной агуляшкой матерью в стиле «Ой, я же мать, мне все должны», а быть хорошей матерью, может, не каждая женщина. Это такой же талант, как быть там писателем, поэтом, художником каким-то, актером. Это какое-то, должно быть определенное умение, наверное, чтобы быть прям действительно хорошей матерью, тем более многодетной матерью. И надо спокойно просто относиться к тому, что не всем это дано. Да, физиологическая функция рожать детей, то есть раздвигать ноги, заниматься сексом, зачинать, вынашивать, выдавливать из себя ребенка, могут большинство молодых женщин, им это доступно, они могут это сделать. Но другое дело, что психологически стать хорошей матерью, то есть воспитать ребенка может не каждая, и не нужно всем навязывать вот эту вот безумную плодячку постоянно со всех щелей. В Евангелии ничего не сказано про то, что сколько должно быть детей у нормальной женщины, там не написано, что нормальная женщина спасется только та, у которой много детей. Там даны совершенно другие заповеди, я даже сейчас их посмотрю, вот так на меня села почта, там ничего не сказано про многодетность. И даже вот эта фраза, которая звучит, как жена спасается чедородием, чедородием, но не многочадием, это тоже заметил один священник, там не написано, что женщина должна там родить как минимум пятеро детей для спасения, просто чедородием. То есть чедородие, это рождение детей одного, двух, не обязательно много, и не обязательно их рождать подряд постоянно. И даже те самые женщины, которые по каким-то причинам не могут родить детей, это не значит, что они прям не спасутся и дорога у них прям в ад, что они прям конченые эгоистки и старости некому подать, воды им будет. Дело в том, что мы сейчас живем в такое время нехорошее, в такое неприятное время, когда существует терроризм, существует угроза террористических актов, существует вообще угроза военных действий, которые в принципе уже все едут вовсю. И у нас в нашей стране при нашей медицине, при наших постоянных экономических кризисах, уровне преступности, стрессовых ситуациях, авариях на дорогах, при нашей ужасной медицине, дожить до старости это уже подвиг. Неважно, есть у тебя дети или нет. У нас далеко не каждому человеку дано дожить до старости. У нас очень высокая смертность и продолжительность жизни у нас относительно невелика, скажем так, по сравнению с развитыми странами. Поэтому тот, кто дожил до старости, уже собственно как бы молодец, скажем так. И уж тем более, просто когда начинает пугать вот этим страшным будущим стаканом воды, которому некому будет подать, откуда вы знаете, какое у кого будет будущее? Бывали такие случаи, когда было несколько детей и они потом умирали. И все-таки женщина, которая родила там двоих, троих и даже более детей к старости оставалась одна. Бывает такое. Бывает такое, как сами дети сдают своих престарелых родителей в дома престарелых, чтобы от них избавиться. Бывает такое. Бывают дети наркоманы, дети алкаши, бывают дети, которые убивают своих родителей. Не так уж и редко, если почитать новости. То есть само по себе материнство и деторождение, то есть выдавливание ребенка из влагалища, оно не дает никакой святости и, кстати, никаких привилегий. Оно тоже не дает, оно не дает права осуждать других женщин, у которых нет детей. И, кстати, знаешь, что меня удивительно, тоже удивляет во всяких таких вот высказываниях. Почему осуждают именно женщин, у которых нет детей? Мужчин, у которых нет детей, как-то осуждает гораздо меньше. То есть мужчины, типа, чедородием не спасаются. Вообще, чедородие, насколько я поняла, вот именно как раз из апостола, это некая замена для женщин служения священнического. Потому что, согласно православной традиции, священником может быть только мужчина. И возникает такой вопрос, значит, мужчина может служить церкви, быть священником, а женщине что остается? А женщине остается как бы чедородие, оно в некотором плане заменяет как бы священство. Но мы все понимаем, что не все мужчины священники, не всем это дано, не все служат в церкви. И как бы мы не требуем, чтобы каждый мужчина был обязательно священником, или проповедником, или диаконом, или там еще каким-то. Просто много есть обычных, мирских мужчин. Но почему-то от женщин, от всех, от каждой мы требуем прям чедородия, обильного и постоянного плодоношения, как вот, извините, как будто это не женщина, а какая-то свиноматка на ферме, которая каждый год должна давать приплод, а если она не дает, значит, она уже невыгодна своему хозяеву, и нужно ее пускать на мясо, да, типа того. Или как курица несушка, которая должна нести яйца постоянно, иначе в суд попадет. Вот что-то уже такое вот, таким вот чем-то отдают. Вот я говорю какому-нибудь мужику, там, к примеру, какому-нибудь там пиво пьет или там не пиво, которое сидит там с удочкой рыбы ловит, там на бережку сидит, рыбачит, или просто сидит там на лавочке, идет куда-то, неважно, что делать. Почему к нему, извините за выражение, не докапываются, мягко сказано, окружающие люди с каким-то осуждением в стиле того, о, не родил ни мужик, не спасаешься ты, чедородин. Ну, типа, вот мужчина, у него другой путь. Какой у него путь, если это простой, там, не знаю, слесарь? У нас что, все прям гении, космонавты, великие ученые, гениальные программисты, артисты, еще там кто-то, дизайнеры? Нет. У нас большинство мужчин так же бездарные, как и большинство женщин. То есть, они просто обычные обыватели, которые работают где-то на какой-то работе, офисным планктоном, водителем, курьером, охранником, милиционером, как бы сказать, люди всякие нужны, люди всякие важны, то есть, прям гениальных гениев в единице. Да, среди мужчин, как бы, больше известных, одаренных людей, чем среди женщин. Но это не значит, что вот все они прямо одаренные. Но почему-то, я говорю, к обычному мужчине, обывателю, который, он просто живет, там, так сказать, в свое удовольствие без семьи, без детей, к нему не докапываются с такой, стервенелостью, с такой силой и мощностью, когда женщина, которая мерзавка, смеет жить прямо для себя и не рожает детей и не желает вот прям плодиться постоянно. Почему-то какая-то такая гендерная несправедливость. То есть, если у женщины есть, извините, вагина, то она должна оттуда постоянно выдавливать новых людей, чтобы, как бы, обеспечить государству прирост населения. то есть, вот чем-то таким вот веет от всех вот этих вот заповедей, причем, откуда вы взяли вот это вот, то, что Бог сказал человеку, плодитесь и размножайтесь и населяйте землю и владейте ею, это было сказано Адаму и Еве в раю, когда у них еще не было детей, и они не собирались плодиться и размножаться. Это было сказано как пророчество о том, что действительно люди будут плодиться, размножаться и действительно населят всю землю и завладеют ею. Так и вышло. Но сейчас земля уже населена, и если у какой-то женщины не будет детей, земля и планета не вымрет от этого, потому что людей достаточно много. Не обязательно всем рожать прям много детей постоянно. То есть, есть, да, женщины, у которых один ребенок, есть у кого-то два, у кого-то три, у кого-то пять, у кого-то ни одного. И они, как бы, все это приводит сглансированием, ну, как бы, сглансировано все это должно быть. То есть, у какой-то женщины нет детей, но зато у другой трое. И в целом в масштабе планеты человечество не вымирает. Наоборот, человечество становится, людей становится все больше и больше, и существует как раз обратный вопрос, что мы будем делать, когда людей будет настолько много, что ресурсов уже начнет не хватать, и уже начало не хватать. Особенно это заметно в густонаселенных африканских странах. Поэтому я не понимаю смысл, во-первых, пропаганды вот этой плодячки, пропаганды спасения исключительно чьи дородием. И следующее, я вообще не понимаю, по какому праву женщины, имеющие детей, считают, что они в праве судить других женщин, у которых детей нет. с чего вы взяли, что женщины, у которых много детей, что они как-то лучше тех женщин, у которых нет детей. Это, я говорю, какой-то стереотип, я не знаю, из каких времен глубинных он пришел, и я просто даже не знаю, как на это реагировать. На самом деле, если у какой-то женщины нет мужа, нет семьи, нет детей, это не значит, что она обязательно будет несчастной, что она будет глубоко страдать и плакать. Вот почему считается, если вдруг так получилось, что ну уже нет детей, нет, женщина будет обязательно должна страдать, плакать, посыпать голову пеплом, пребывать постоянно в унынии, и не дай бог, она тогда хорошо выглядит и как-то хорошо себя чувствует, значит, она наслаждается жизнью, значит, она мерзкая, богомерзкая, эгоистка. С чего вы взяли? Дело в том, что у многих детей, у многих женщин нет детей, но они не испытывают по этому поводу каких-то проблем, например, честно сказать, лично скажу про себя, я не люблю детей, я не люблю их критик, шум, гам, топот, виск, особенно детский виск, я просто не люблю, я не люблю запах детей, меня не уныляют детские вещи, у меня нет детей, и я не чувствую себя какой-то обделенной, я говорю, я завидую только девушкам, невестам, которые очень счастливые такие в платьях красивых замуж собираются, им я завидую, причем, потому что у меня не было красивой свадьбы, и, наверное, не будет, потому что лет мне уже много, и я сейчас когда думаю, что вот прикольно было бы устроить красивую свадьбу, я тут же вспоминаю, что у меня компьютер старый, надо менять, я вспоминаю, сколько всего мне нужно, и я понимаю, что я не готова обвалить бабло за свадьбу, потому что у меня много более вещей, которые мне более необходимы, так скажем, но я завидую именно девушкам юным, беззаботным, влюбленным, таким вот легким, потому что влюбленность, счастье, оно часто все-таки бывает именно в юности, с возрастом туда-то пропадает, но сейчас речь не об этом, я не чувствую дискомфорта и какой-то ущербности от того, что у меня нет детей, и я не считаю, что я какая-то неправильная, человек ценен сам по себе независимо от возраста, и женщина с кучей детей в принципе равноценна той женщине, у которой детей нет, потому что само по себе наличие детей, оно не делает человека более святым на самом деле, чтобы там не писали, и я не знаю, откуда взялась вот эта идея плодячки, и более того, у меня есть очень гнусные догадки на этот счет, что про плодячку не сказано в Евангелии, прямым текстом там не сказано «прошайте как можно больше, если хотите спастись», то есть там такого не было, там вообще ничего не было сказано ни про деторождение, ни про контрацепцию, наверное, потому что эффективных средств контрацепции в то время просто тупо не существовало, и не было смысла даже говорить об этом, потому что контрацептивы появились намного позже, и соответственно намного позже появилась возможность как-то регулировать рождаемость, до этого просто люди жили, и как только они вступали в рак, у них вскоре появлялись дети, это было нормально, потому что другого ничего не было, выбора просто тупо не было, или жить всю жизнь одному, или вступать в брак, и тогда, собственно, готовиться к появлению детей, все, какого-то третьего пути было не дано, потому что третий путь появился, то есть жить в браке и при этом не иметь детей стало возможным, не быть при этом больным, только сравнительно недавно, каких-то сто лет назад, когда появились нормальные контрацептивы, а нормальные контрацептивы появились гораздо позже, даже не сто лет назад, а всего лишь каких-то там сорок лет назад, не так уж давно, скажем так, вот, собственно, тут лекцию надо заканчивать, потому что 12 часов полночь, и уже спать надо мне завтра на работу, завтра пятница, последний рабочий день, спасибо тем, кто меня слушал, пишите свое мнение, пишите свое мнение вообще по всем вопросам, вот, не пишите мне дурацкие комментарии в одно слово, типа дура, это мне не интересно это читать, я честно скажу, я, наверное, комментарии такие односложные буду удалять, потому что я все-таки хотела бы услышать какие-то, если критику, то более какую-то конструктивную, более объективную, а не просто какие-то оскорбления, в общем, надеюсь на понимание, и что я хотела сказать в заключении, то, что про плодячку, ну, то есть про безумное такое немеренное деторождение ничего не было сказано в Евангелии, это в Библии было, но это было до Евангелия, мы сейчас именно говорим про Евангелие, там ничего не было сказано, соответственно, это не является обязательным условием брака и жизни человека, то есть это не является наличие детей не является обязательным условием спасения, не является целью жизни человека, и не является даже целью брака, вот, тогда вопрос, почему же нам так стараются внушить то, что плодячка необходима для спасения, и надо рожать как можно больше, и все равно на все остальное надо наплевать, только рожать, 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 потому что так надо. Такое впечатление, что такая пропаганда, она не относится вообще к православному крестьянству, во всяком случае, к тому, которое дано по Евангелию, это что-то такое непонятное, сектантское, и мне кажется, что это все ведется как пропаганда, вот эта вот плодячка идет сверху, и вообще есть такие очень неприятные мысли, такие предчувствия, что нашему правительству зачем-то нужно большое количество людей. И если раньше в советское время нужно было много людей, чтобы были рабочие руки, потому что были заводы и фабрики, потому что были колхозы и поля, то сейчас колхозы разорены, поля зарастают травой, заводы разрушаются, фабрики стоят, мы ничего не производим, зачем нам так много людей? И возникает даже такое очень нехорошее предположение, что возможно огромное количество людей, ненужных в стране, людей, которым некуда будет пойти на работу, у которых не будет жилья, потому что купить жилье, человеку работая честно где-нибудь на какой-нибудь средней офисной должности, или там на рабочей, работая там, ну просто честно работая водителем, охранником, не льтом, там неважно, купить квартиру можно, ну взяв ипотеку на 30 лет. Ну то есть если я возьму сейчас ипотеку, когда я ее выплачу, мне будет уже 60 лет. Выплатила там и помирать пора. В общем это не серьезно. В общем государство зачем-то плодит людей, которым оно не может потом предоставить ни жилья, ни работы, но при этом говорит рожайте, рожайте, рожайте больше, Российшка умирает. И остается только одна догадка, что возможно планируются какие-то военные действия через определенный промежуток времени, лет через 20 мы или опасаемся, что на нас может кто-то напасть и может опять начаться война, или планируем какие-то военные действия и просто тупо нужна армия пушечного мяса, чтобы кинуть людей в какой-нибудь очередной конфликт. Вот это мне кажется, и вот есть такие у меня догадки нехорошие. И именно за этим нужна безумная плодячка, рожайте больше, 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 как можно больше, такой выбор дала Родина. И это вовсе не путь к спасению, это путь как раз совершенно в другом направлении. Спасибо всем, кто меня слушал. В общем жду ваших комментов. С вами была Марина Морлок. Такой полуночный разговор. Всем счастливо. Оставайтесь трезвомысливщими, думайте своей головой, не позволяйте на себя наседать всем остальным людям, которые хотят использовать вас, ваши тела, ваших будущих детей в своих целях. Спасибо всем, кто выслушал.